«Есть разные функции. Вот это разжим, сжимание, это брать какой-то предмет, чашку, стакан. Вот так, если это у меня коробка в машине, удобнее переключать коробку передач. Есть функция для работы с компьютерной мышкой». В тот день, когда жизнь Александра кардинально изменилась, вспоминают, вместе с побратимами отправился освобождать одно из сёл вблизи Северска в Бахмутском районе. «Пулемёт танка, в котором ехали бойцы, заклинил. Чтобы его перезарядить, Александр вышел из машины». «Вылез перезарядить его, и в этот момент попала мина в танк. То есть была иссечена рука, много осколочных ранений, пробиты лёгкие. Очень хорошо, что экипаж мой, который выезжал со мной, не растерялся и оказал мне первую медицинскую помощь». Раненого защитника доставили в больницу в Краматорске, где ему ампутировали руку. А дальше – несколько операций и месяцы реабилитации в больницах Днепра и Киева. Признаётся, мечтал о современном бионическом протезе. «Я хотел сразу бионический. И мысли были даже такие, чтобы уехать за границу, чтобы его поставить. Но все говорили, что бионический протез сразу не ставят в такой короткий период. Не злам не предложили и сказали, что будем пробовать, будем подбирать, готовиться. Поэтому я решил, зачем не ехать за границу, если у нас в Украине специалисты достаточно хорошие. Теперь я точно знаю, что они хорошие». Бионический протез позволяет, насколько это возможно, вернуть руке мелкую моторику. Он удобен, благодаря ему люди имеют возможность делать множество бытовых вещей. «Сложности, с которыми сталкивается пациент – это, собственно, надеть протез, потому что одной рукой это сделать достаточно сложно. Это первая часть, с которой сталкиваются все пациенты, только начинающие пользоваться протезом. Вторая часть – это подать импульс, короткий или длинный, для того, чтобы можно было переключаться между режимами и прихватами бионической руки. И с этим он также справляется очень хорошо. У него хорошие электрические сигналы в мышцах, датчики их очень хорошо регистрируют». Бионический протез «Защитник» получил благодаря сотрудникам одной из украинских компаний, которые решили собрать средства и направить на протезирование для военных. «Как раз перед Новым годом, когда мы рассматривали разные варианты, компания выделяла определенный бюджет на новогодние подарки для работников, и мы решили, что данные финансы лучше направить на доброе дело». Александр уже практически освоил бионические протезы, вернулся на фронт. Дома его ждет жена и пятилетний сын, для которого папа уже стал супергероем. «Сын очень обрадовался. Теперь я для него супергерой. Ему нравятся супергерои из Марвел, и теперь я для него свой железный человек». Юлия Биль, Вадим Дмитриев из Львова для телеканала «Фридом».